здравствуйте дорогие друзья 29 марта решил пойти прогуляться немножко снегу еще везде полно весна никак не хочет наступить во всей своей теплоте оставил машинку вон там и решил здесь пойти пешком пешочком потому что ну может быть до сюда я бы и доехал а здесь вообще колея сумасшедшая тут вообще никак без вариантов только на уазиках но я решил пойти прогуляться потому что уже прилетели лебеди да несмотря на то что вот такие снега сугробы по полметра где-то и по метру намело действовать явно больше лебеди лебеди причем уже как неделю они здесь я лично сам вчера слышал лебедей кликунов видите их не видел но где-то вот где-то здесь с этой стороны они кричали возможно это пролетная возможно они уже куда-то в другое место полетели подались а возможно мы их увидим или услышим хотя бы если ветерок сильно не разыграется запущу квадрокоптер немножко полетаю короче говоря пойду посмотрю пока не замерз хотя вроде бы плюс 2 на термометре но ветерок подбывает время от времени такой прохладненький здесь у нас старая деревня высылок метрофанова называется ну то есть здесь была деревня когда-то сейчас видите вот дома оставшиеся хотя вот смотрите какая архитектура интересная окошечки с такими наличниками здесь верхний этаж ну так по городскому можно назвать мансарда смотрите как тоже красиво сделано виде таких вот сфер полукруглых интересный домик вот восстановить бы его ну хотя уже уже наверное останавливать нечего хотя крыша целая насколько я вижу пока крыша я вот заметил пока крыша у дома целая дом стоит только крыша разрушилась вода стала попадать внутрь и все очень быстро приходит в негодность вот тоже доме кстати смотрите отличный домик пяти стенок две комнаты там две печки но живи не хочу вы это тоже еще подлежит восстановлению гнездо сорочья хорошо все-таки весна любимое время года пускай холодная ветреная но уже это весна не осень и не зима все отлично вот смотрите вот на таких бугорках где уже появились проталины первые вот здесь и вот там вот уже вполне могут на таких местах кормиться лебеди они же травоядные вот здесь они какую-то травку щипают старую прошлогоднюю им этого хватает так что они не пропадут они хорошо приспособлены вот здесь вот земля обнаженная то есть снег уже здесь был убран почищен и уже ступаешь ногой и земелька это уже мягонькая и знаете как это необычно после зимы ходить уже не по снегу а уже просто по земле по траве прошлогодней это уже совершенно иные ощущения хотя бы даже вот здесь вот на этой протаявшей дорожке я имею возможность идти уже вот так вот по травке ну не только по травке там вот и по снегу всяко по всякому тут я уже подошел к озеру да вот здесь вот в зарослях этой растительности водной находится озеро озеро это в основном заселено карасем карась ну из хищников ротан вроде бы других рыб тут нету а еще и гальянчики такие маленькие рыбки так решил вот здесь остановиться тут такая сухая площадочка метра два три здесь хочу запустить квадрокоптер пока ветерок еще не очень сильный у меня ведь дрон маленький совсем уж такой любительский поэтому при ветре он плохо летит сигнализирует о том что ветер возвращайтесь домой и а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорога по ней егерь ездит Там у него охотхозяйство Здесь образуются проталины Видите как их много Здесь птицам как раз Можно хорошо покормиться И вот я видел стаю пуночек Может быть около сотни птиц Может быть и побольше И даже слышу сейчас Где-то их там воркование Ну посмотрим Может быть и попадутся Ну вот они сейчас Прямо над моей головой пролетели И вот я вижу туда Далеко они присели Ага Вот это редкая удача Подошел сейчас очень близко К этим птицам Пуночкам Вот они перед вами Как-то очень странно Они меня совсем не боятся Хотя обычно раньше я помню Они где-то метров за 100 уже Улетали Ну за 50 наверное А тут я стою от них Ну метрах в 20 наверное Очень хорошо Смотрите-ка Не зря пошел Вот всегда на природе Что-то интересное находится Пусть не лебеди Но пуночки Даже еще интереснее Ну что Будем подходить ближе Улетят наверное Удивительно Так близко к этим птицам Я еще не подходил Пробую сократить дистанцию Ну думаю Вот уже на грани На грани того Что они сейчас Улетят Причем улетят они Все вместе Всей стаей поднимутся Но это тоже интересно Снять момент взлета Этих птиц Ага Ну вот видите Я пытался подойти еще ближе Но они уже не вынесли Такого соседства Отлетели чуть дальше Но остаются здесь же На этой дороге На этих проталинах Но я упрямый Попробую еще раз Подойти Хочется заснять Момент взлета Как-то у меня Не очень хорошо Это получилось Первый раз Иду буквально По полшага Они меня прекрасно видят И опять отлетаю Чуть дальше Попробую еще Вот сейчас хорошо Получилось снять Момент взлета Этих птиц С таким шумом Они вспорхнули Но сейчас Они рядышком Где-то приземлятся Вот Уже я вижу Там они Вот они Оставляют здесь Свой помет Вот эти беленькие Фрагменты Да Не ожидал я Что так близко Подпустят Эти птицы Удивительно Ну что ж Я очень рад Лебедей я Сейчас не услышал Не увидел Но зато Получил Гораздо лучший Трофей Пуночки Пуночки Классно Ну что ж Отличные кадры Получились Пуночки Северные Перелетные Птицы Которые сюда Прилетают Зимовать На зимовку Да И сейчас Где-то Вот в той стороне Слышу Как кричат Лебеди Кликуны Ну далеко И конечно Не видно Но где-то Есть они Там тоже Ходят Ходят По бугоркам По проталинам Что-то Щипают Ну что Иду Сейчас уже Обратно В принципе Пуночек Я поснимал Прогулялся Далеко Я и не планировал Идти Так что Хватит Что хочу сказать Смотрите Как интересно У птиц Устроено Одни птицы Прилетают Сюда Допустим Вот лебеди Прилетели Уже Кликуны А другие Птицы Наоборот Должны Улететь Отсюда Это вот Пуночки То есть Для них Для одних Птиц Здесь Место Зимовки А для других Птиц Наоборот Здесь Место Летнего Базирования Если можно Так выразиться Вот видите Такие Удивительные Факты Так Еще у нас Давно Прилетели Грачи Но Те-то Еще Самых Первых Числах Марта Даже Может Феврале Потому что Февраль Был на удивление Теплый А вот Март На удивление Холодный Да Очень холодный Март В этом году Почему-то Держались Температуры Такие 10-15 А то и 20 градусов Мороза Поэтому Было Прохладно Так Ну сейчас Я дойду До деревни И там Мы посмотрим Колонию Грачей Еще Надеюсь Солнышко Выглянуло Подсветило Так Все стало Красиво Потеплело Сразу И вот Здесь То у нас Колония Грачей Сейчас Мы ее Посмотрим Более Внимательно Так Где она О Вот Они Здесь Тут Их Довольно Много Больше Сотни Гнезд Тут Ну что Сказать Этим Птицам Я не Очень Рад Их Не Было Раньше Они Где-то Года Три Четыре Появили Здесь Раньше Не Было Этих Птиц И Было Спокойно А Сейчас Приходится Все Римя Слышать Вот Эт Грачин Крик Сейчас Они Еще Не Такие Крикливые А потом У них Когда Яйца Появится Потомство Хотя Может Уже Какие-то Кладки Появляются Но Не Важно Они Перекрикивают Других Криц Никого Не Слышно Кроме Них И Например У Нас Вот Не Стало Сов Пропали Совы Ушастая Сова Раньше Была Я Постоянно Слышал Их А Сейчас Нету Но Где-то Далеко Может Есть А Здесь Деревни Их Нету Поэтому Грачи Вот Они Тут Поселились Грядки Портят Посадки Там Что Лук Посадишь Чеснок Они Это Все Выковыривают Выклевывают Ну В общем От них Тут Ничего Хорошего И Еще В этот же День Удалось Трактором Расчистить Проезд К Пасеке Вот Видите Сколько Много Снега Здесь Почти Два Часа Пробивался Он На Тракторе На Беларуси И Вот Сюда К Этим Воротам Смог Подъехать Ворота Чуть Дальше Тут С Этого Ракурса Не Видно И Поэтому Я Решил Вынести Ули С Пчелами Вот Сюда Уже На Территорию Пасеки День Конечно Прохладный Но Тем Не Менее Даже Вот При Этих Плюс Пяти Градусах С Некоторые Семьи Все-таки Облетелись Ну Конечно Тут Немножечко Они Подпоносили Но Это Ничего Страшного Потом Почищу Да И Сами Они Тут Почистят Главное Что Смогли Они Сделать Очистительный Облет Ну Жаль Погодка Конечно Не радует Пока Что Холодно Холодно Все Вот Обещают Тепло Тепло Но Пока Вот Еще Достаточно Прохладно Плюс Четыре Плюс Пять С ветром Пасека У меня Конечно Сильно Просела Годы Все Неурожайные У нас Тут Меда Очень Мало Вот Всего Лишь Здесь 8 Ульев Одна Семья У меня Погибла Не Перезимовала Там Все Опоношено Вот Сейчас Ходил Там Мыл Улей Все Отмывал Так Что Не знаю Даже Что За Пчеловодство Такое Меда Мизер Пчел Все Меньше Становится Даже Не знаю Дальше Что И Делать Да И Даже Тот Мед Который Есть От Этих Пчел Который Я В Августе Откачиваю И То Никто Его Не Хочет Не Покупать Никто Его Не Хочет Кушать Все Покупают Торты Конфеты Сахар И На свое Здоровье Наплевать А Если Заболеют То Идут В Аптеку За Таблетками Не Понимают Люди Что Нужно Потреблять Продукты Пчеловодства Все Лекарства У нас Под Ногами Но Людей Не Переубедить У них Своя Точка Зрения Попробуй С ними Поспорь Они Тебя Там Заклюют Закляют Гнилыми Помидорами Скажут Ты Ничего Не Понимаешь Что Ты Тут Вообще Говоришь Мы Вот Там Верим Врачам Елене Малышевой Которая С Экранов Телевизора Говорит Что Мед Это Вредная Штука Ну Ладно В общем Бог Судья